В Чебоксарах прошел семейный фестиваль финансовой грамотности. Родители вместе с детьми учились планировать бюджет, зарабатывать и тратить. А ведущие экономисты и финансисты республики давали практические советы. Подробнее Рифат Фаткулин. Ходить в магазин с калькулятором, который есть почти на каждом телефоне, теперь не стыдно. Все ради контроля за своим бюджетом. Эта тема стала одной из самых обсуждаемых на мастер-классах по финансовой грамотности. В магазин он ходит самостоятельно, что-то покупает уже, чтобы знал, сколько денег нужно отдать, сколько сдачу получить. Наверное, с первого класса, в принципе, можно уже обучать детей уже как-то привлекательно к этому, чтобы они все-таки знали ценность деньгам, что их нужно заработать, что нельзя их просто так вот пойти на что-то бездумно потратить. Как поступить, если очень хочется купить супер-айфон? Накопить, отложить мечту или взять кредит? Семейный фестиваль финансовой грамотности поможет сделать правильный выбор. В программе интерактивные игры, тесты, лекции и тренинги. Главная целевая аудитория – школьники, причем не только старших классов. Научить папу и маму разговаривать с детьми о деньгах – тоже часть проекта финграмотности. Ведь первая встреча с финансами происходит на уровне семейного бюджета. Я вот своих детей учу, что у них всегда при любых обстоятельствах должны быть деньги. И как это можно сделать? 10% откладывать от всех доходов, которые они получают. И если у них это удается, я им еще добавляю. Поэтому у них приумножается. Молодым ребятам посоветовали не делать покупок в порыве эмоций и стараться формировать свой финансовый план. И главное правило – не тратить больше, чем получаешь. Фестиваль прошел в рамках Всероссийской недели сбережений при поддержке Минфины России. Мы немножко, конечно, не ожидали такого наплыва, такого интереса от всех участников. Но на сегодняшний день, вы видите сами, результат немножко даже превзошел наши ожидания. Сегодня у нас НАФИ, это научно-аналитический финансовый институт, проводит рейтинг регионов по финансовой грамотности населения. И сегодня мы в золотой середине в этом рейтинге. И по многим показателям мы превышаем среднероссийские показатели. Ну вот, в общем-то, этот рейтинг как раз нам позволяет ставить новые задачи, новые цели именно вот в этом направлении. Чем раньше дети научатся о замсемейной экономике, тем выше шанс, что они станут грамотными распорядителями личных и общественных финансов.